Добрый вечер дорогие одесситы в эфире медиа информ у нас сегодня достаточно интересные события я бы назвал как у борцов это называется борьба за захват когда они ничего особенного не делают только бы все ряд борется кто кого за руку выше возьмет чтобы потом провести прием наши политические деятели сейчас сосредоточили все свое внимание на освещение подвига главы значит одного из наших экономических ведомств вот и роман насиров который совершил можно сказать профессиональный подвиг он перебежал если попытался перебежать из из тюрьмы в больницу но но не случилось он оказался хоть и серьезным диагнозом но но при этом в здании суда и на сей раз общественные активисты которые хотят понравиться скорее всего теме кто сидит за сидит за этим экраном и вводит этими куклами стремятся понравиться своим неуемным объемными своими обвинениями в адрес действующей власти обвинениями коррупционеров антикоррупционеров коррупции то есть настал период когда все все против всех все переговоры фиктивны все обязательства не действительны вот в этих условиях очень трудно сориентироваться на ближайшую не только выборной кампании на ближайшую политическую неделю частности в одессу неожиданно приехал юрий бойко по отдельным слухам которые распространяют политически ориентированные деятели или экспертное сообщество этот приезд не случайно то есть есть гонение на левочки на и продолжение деления пирога все это идет от интересов президента и эти интересы никакого отношения к благополучию украины не имеют вот по широкому кругу этих вопросов я хотел бы обратиться к человеку который сейчас занимает достаточно активную политическую позицию и начал делать политическую карьеру павел ленец дем альянс один из активистов это общественной организации а теперь уже политической партии здравствуйте паша здравствуйте что случилось романом насировым почему он стал таким звонким героем дня для тех кто не знает я расскажу романа насирова обвиняют в причинении государства как называете его должность кстати голова державной фискальной службы что он такого нафискалил что все говорят только они не нафискалил его обвиняют в причинении государства ущерба в размере двух миллиардов гривен а ущерб был причинен следующим образом он как глава фискальной службы выдал налоговую льготу такому онищенко как вы помните который тут же еще за границы который еще и тогда когда он не исчез нет когда он не исчез когда его фирмы газовой добывания просто поразволил не платит налоги это было налоговая рассрочка которую фирма не платила не платила не платил и не собиралась на самом деле полепой и не будет платишь не будет платить не будет платить конечно да потому что он теперь за границей его кто-то закрывает да там конечно то есть защищает от украинского правосудия ну правосудие у нас ну левосудия центра с у него то есть в этом его на самом деле обвиняют ну и что обвиняют это кого они щенка или обвиняют теперь на серого в том что он со стороны государства на серов производит впечатление здорового молодого мужика очень очень настырного очень крепкого прекрасно физически подготовлены вдруг в один день он стал тяжело больным и с подозрениями на инфаркт завалился в больницу и шефа не да ну весь интернет конечно же вообще пестрит у нас все политики когда что-то с ними происходит они все тут же становятся ну вот на грани такие что еле-еле в сознании нет но некоторые у нас предпочитает ищите внезапно исчезнуть чтобы книг и как бы неожиданно украли а потом нашли можно так поднять свой рейтинг или по крайней мере повысить свою известность я думаю это для тех кого еще не поймали вот если уже поймали правоохранительный орган то надо срочно больно ну вот он отболел на самом деле ровно 72 часа пока было его как это называется задержание до решения суда и ровно как в 23 там 52 по моему когда прошло это время когда его должны были освободить потому что наш суд саботировал этот процесс полностью роман носиров исцелился и уже на следующее утро он давал показания сидя был в сознании все с ним было очень хорошо вот это просто это кольцо юрфак делается людьми да да скажите пожалуйста вот во время этой бессонной ночи когда все прогрессивные силы украины и окрестностей столпились около феофания не давая оттуда вывести господина носирова там находились одновременно значит лещенко наем и вдруг не откуда 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 не возьмись давид сакварелидзе который по вообще из другой команды и представляется интерес совершенно другого клана я правильно понимаю что теперь от сами как бы гонений на на серого и разоблачение коррупционера стоящего за ним куда более крупного и знатного и всем известного на такую роль разоблачители стали претендовать сразу несколько политических структур которые между собой тоже очень сложных отношениях и тоже друг друга неоднократно разоблачали частности прокуратура с с антикоррупционным комитетом совсем еще недавно были такие скандалы я бы не сказал что это люди которые конфликтуют между собой разоблачали но понятное дело я где-то месяц назад в студии я с вами обсуждал что этот эта весна будет начнется политический сезон он будет очень активным потому что разные силы заинтересованы в том чтобы ситуацию раскачать я рассказывал об этом вот начался от началась весна начался политический сезон все так есть на фигуре романа сирова сконцентрировано очень много интересов и очень разным группам становится интересно его атаковать или присвоить себе славу ведь победе над ним тем более правильный шелок помощью многим удалось просто отмыть отмыть свой свое нежелание платить налоги нету точно от отмыть свое невозвращение невыполнение каких-то экономических обязательств перед государством да да но вообще роман сиров это один из считается из кошельков власти то есть это человек который через руки которого вообще проходят черные кассы то есть атака на серого это атака на порошенко да ну хорошо но петр алексеев пока публично не вмешался в этот конфликт но как бы над ним как же он может ваш он разве может но я не знаю я помню замечательный скандал который организовала юля тимошенко 2005 году натравив сашу зинченко на петлю порошенко молодые люди сколеснулись прямо в эфир в эфире и недавно вы и избранный народный президент ющенко посмотрел на все это и решил проблему очень просто уволил 1 уволил 2 и потом подумав выгнал еще июлю ну порошенко сейчас не та фигура уже не того масштаба я считаю что в принципе вы же посмотрите что было судом не могли три дня 72 часа не могли найти судей один судья взял самоотвод они тоже тяжело заболели да не хотели не могли собраться воскресенье все заняты ну подумаешь кто-то украл 2 миллиарда у страны есть дела поважнее ну во первых над нами все смеются конечно во вторых в стране идет война в третьих условиях военного противостояния с мощным коварным циничным противником который ведет многоуровневую войну еще таким образом подставиться с внутренним разладом с войной всех против всех причем никакого идеологического смысла эта война не имеет воюют не разные модели организации государственного механизма воюют просто стаи хищников которые деребанят страну вот я по кускам это понятно уже всей стране почему никто из первых лиц государства не гройсман не не поруби не извините меня пожалуйста порошенко не прекратил ну по крайней мере не ограничил гласность ведь на самом деле журналисты люди зависимые а теперь все это стало известно всем страна просто попала в зону глобального нет доверия причем не доверяют все всем вот нет ну как которых сложно ограничить гласность дело очень громкое дело уже до сих пор это всегда удавалось а сейчас какая-то какой-то прорыв не сильно вот блокаду пытались ограничить но они немножко немножко сдерживает вопрос а теперь тоже все не блокада была связана с не только с тем что какие-то политики играли на недостатках а тем возмутительным фактом что некоторые бизнесмены продолжают на конкретно господин ахмедов наливает себе карманы торгуя с эгрессором по 2 миллиарда гривен это не возмутительная сумма это тоже очень это очень громко я не думаю что это можно было остановить в принципе хотя они на самом деле сейчас это останавливают так что же у нас наем с лещенко теперь будут руководить страной но в результате скандала должна подняться какая-то волна начаться типа что-то типа майдана 4 там и тогда я вам нет ну не так я расскажу что что будет какие что будет да конечно это очень интересно по роману на сировую сейчас ситуация только как они приняли решение содержать его под стражей 60 дней или он может внести залог в 100 миллионов гривен и выйти но ведь самое страшное для них может произойти тогда когда он все-таки заговорит абсолютно верно и этого все хотят достичь но это еще тот чем мы бы значительная часть этих всех хотят его убить как можно быстрее нет мы хотим мы дым альянс очень хотим чтобы он заговорил мы хотим чтобы во первых норман и сиров заговорил во вторых чтобы все сегодня коррупционеры в стране знали что когда тебя поймают тебя бросят все ты останешься один на один система и на тебя съест мы этого очень хотим потому что они должны эта система она уже на самом деле такая хилая и антимаре антикоррупционный комитет глава антикоррупционного комитета уже вообще говоря господина порошенко уволен насколько мне известно то есть у него был конфликт с луценко и кончилось тем что конфликт решился в пользу луценко да прежде всего лишь за властью всеми методами то есть президент работает на этом но это все но не поможет это все но не если у тебя в стране кто-то ворует 2 миллиарда гривен тебе ничего не поможет если у тебя вот так вот потоки идут если твои судьи не могут собраться для того чтобы вынести любое решение и общественность и политики должны просто блокировать здание суда и не выпуская подозреваемого да просто физически не кажется ли вам и вашим аналитикам и вашим друзьям по команде что на самом деле все кто сейчас ориентированы на то что делает лещенко и наем на самом деле в той или иной мере помогают россии то есть завтра выяснится что украина разломана на части идет гражданская война и горячая и холодная всех со всеми и все это идет как бы то есть путину не надо ничего делать придем сами и по и скажем возьми к себе путин в виде войска это как бы термин который это лозунг который принят теперь не только в россии у нас полно уже людей которые групп которые готовы сказать это проклятое заклинание так что предлагаете не бороться с коррупционерами что я хочу понять какие силы можно назвать конструктивными от кого что-то зависит у нас вроде как уже и от президента ничего не зависит и это подпугает больше всего это нет устойчивой власти нету во власти авторитетных людей которым бы нация доверяла до их просто нету вот катастрофа мне кажется главное в этом они в том что будет в результате ее а результат может быть очень печально мне так кажется я хотел услышать возражение вы там внутри в политической то я вам скажу абсолютно очевидно что там грубо говоря убирать президента петра порошенко до его окончания срока не имея альтернативы это безответственно то есть вы против импичмента да против импичмента до тех пор пока нет альтернативы естественно ну это понятное дело это просто безответственно по отношению к стране и так нельзя но неизвестного политика избрать президента мне нить и тем более с отсутствующей командой не не вот сейчас на этом начнет паразитировать саакашвили сейчас вынырнет юля на очередном устройстве для передвижения с вот такими каблуками то есть появится все те же действующие парень с виллами выпрыгнет откуда-то как черт там черт из табакерки то есть на самом деле у нас же полно одиозных персон за которого за которых часть народа голосуют а потому что больше не за какие могут быть какие могут быть пересмотры президентской позиции если у нас непорядочный воровитый клан у власти и еще пять шесть клоунских бригад около они только на вид клоунские а когда они приходят пасть и не такие же становятся такие же как трамп или такие же как порошенко вот это очень интересно к сожалению как порошенко понятно тогда расскажите за что важный альянс тогда борется вот расскажу вот вы молодые вы романы оптимистичны вы физиологически обречены на оптимизм так пора поделитесь пожалуйста оптимизмом то хорошо мы хотим чтобы роман насиров стал первым чиновником такого высокого уровня который получил срок который получил срок это будет первый хорошо мы хотим чтобы все чиновники знали что они не это не не каста неприкасаемых именно поэтому мы так сильно на этом сконцентрированы сейчас я вам точно скажу что в течение весны будет еще ряд громких дел ряд громких именно коррупционных дел там масштабы точно такие будут миллиардами гривен меряться то есть за эту весну да да за эту весну миллиардами грин а у нас сегодня любая сфера вы возьмете любую сферу и там везде миллиарды у нас просто страна очень богатая страна очень богатая страна была бы если вы миллиарды оставались в ней это будет происходить но тут какая ситуация мы же понимаем что с одной стороны конечно такую действующую власть какой бы она ни было мы расшатываем ситуацию но возможно нельзя же не атаковать нельзя же на какие у нас персоны есть более-менее не не дискредитированные ужина в щенка как по-урански говорят то есть вполне вероятно что можно говорить о андрея ивановича садовым да конечно и с ним уже говорят конечно то есть с ним уже начались переговоры относительно его политической судьбы его возможных притязаний на пост первого лица государства я это просто увидел да в конце января еще вполне вероятно что не упустил свой шанс к сожалению в других областях в одесской области ему ничего не светит но в остальных 25 субъектах господин саакашвили еще может кого-то обмануть в одессе вряд ли вот не знаю я уже третьего человека назвать не могу просто не знаю кто это василий гадько лидер дамальянса а вот так ну конечно но я не знаю я не имею ввиду на президентской амбиции нет я не при это имею ввиду но я имею ввиду что если мы говорим о новых лидерах которые набирают сейчас политический вес то это сейчас гадько это сейчас наем очень сильно растут его и и поддержка и он очень много сейчас работает вот лещенко сейчас лещенко как журналист ему помогают очень сильно он не только и журналист лещенко сегодня если говорить о антикоррупционной информационной деятельности лещенко генерирует более 50 процентов вообще всей борьбы с коррупцией этого те люди на которые и на которых ориентирована ваша партия это те самые узнаваемые люди у нас есть передняя линия это 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 сгон это лещенко это наем зале щук еще и пташник это народный депутат а где там паломарчук павел а где там вы павел паломарчук но мы не наскому не в той весовой категории находимся но тем не менее вы в этой же бригаде конечно есть за ними есть огромное число у нас есть там на самом деле уже больше тысячи человек которые на местах готовы что-то делать потому что поскольку система коррумпирована насквозь и коррупция эта система образующая функция в этой системе забрать плохих и нас нанять хороших как мечтают очень многие невозможно заработать с тем что есть надо как-то возглавить все это и содействовать перерождению тотальной посадкой всех и посадкой на кресло других вопрос не решается будет то же самое и даже хуже скажу есть есть такая фраза которая мне очень обидно говорить но если сейчас вот завтра немедленно остановить всю коррупцию украине то у нас вообще страна становится у нас сегодня на коррупции она работает то есть это надо как как хирург очень аккуратненько удалять как опухоль это не это опухоль которую нельзя вырвать убьем организм то есть надо заняться ее перерождением да то есть найти в коррупционную систему как составляющая нет 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 нужно ставить воров делиться не так нет нужно сначала выстроить то есть сегодня большинство например министерств невозможно реформировать нужно выстроить параллельно другое министерство а потом это удалить это как с новой полиции было мы просто набираем новых людей мы их учим они готовятся в это время а потом в какой-то день x старые просто не выходят на работу они все уволены а новые выходят на работу старых бесполезно переделывать и так нужно провести во всех сферах это я же реформа новой полиции это одна из немногих успешных реформ в украине в принципе но она тоже не системная была она вырвала один элемент одну структуру и начала на нас сажать новых людей на на старые кресла выстраивая с ними но если все те же старые отношения ну все равно у них все но это хорошая реформа она просто была на самом деле искусственно остановлена в планах четырнадцатого года была новая полиция во всех городах украины сейчас эта реформа осталось скажите одновременно не не появляется ли кандидатов наполеона нет ли сильных фигур которые знают прямые решения всех сложных вопросов михаил саакашвили саакашвили это как бы уже сыграно сыгранная партия я имею ввиду украинских политических деятелей это не свойственно для украинцев в принципе такие вещи они не свойственны для украинцев у нас свойственно три лидера как минимум для начала нужно быть три лидера то есть это это очень свойственно просто для нашей культуры понятно то есть я смотрю вы абсолютно не удручены мне казалось что история с сеносирова она ну компрометантно она неприличная вроде как стыдно абсолютно это просто правда которая внезапно оказалась общедоступной а то что этот человек уже так он там уже сколько три года сидит по моему это же два миллиарда не в один день были списаны я думаю что эти два миллиарда для карманные деньги это вообще единственный вопрос это один из немногих у него один из многих из многих вопросов которые таким образом решались конечно у нас налоги платят сегодня только обычные люди а те когда технологически ближайший съезд вас господа реформаторы я с удовольствием бы подъехал поинтересовался и как журналист и как специалист апрель-май апрель-май вы будете вы будете где-то в киеве собираться и делать какие-то планы и будете распределять более более широкой причем скорее всего широкими составами то есть областные областные филии будут там представлены я имею ввиду другие политические силы я понял да но наши региональные лидеры там тоже будут поддержки да конечно но как говорится дай бог в одессе на самом деле достаточно бурная политическая жизнь несмотря на то что она не очень бурная по отношению к украине но в других областях зачастую общение сейчас ужасно напряженной взрывоопасная ситуация в харькове я понимаю что продолжает очень беспокоить днепропетровский нарыв никуда не делся донецк и луганск и никуда не делся очень непростая ситуация в во львове в этом смысле одесский регион тоже вообще имеет внутренние противоречия и от него во многом зависит экономика какая реставрация происходит системы это же лучшие худшие кадры она не может работать то есть она не может не вызвать конфликт знаете меня вот смущает то что кроме принципов нужно еще иметь технологии к сожалению абсолютно не экономически мыслящие люди становятся как бы идеологами ситуации где надо вообще не имеем очень экономически мыслит вот если посмотреть его закон о оккупированных территориях и принцип мембраны к примеру мы сейчас идет полную сейчас блокада идет но законопроект на ям подразумевает что мы ничего оттуда не покупаем чтобы не поддерживать ту экономику но мы туда продаем медикаменты и еду во первых это по международным нормам правильно во вторых мы создаем у нас рабочие места производственные и в третьих мы вымываем оттуда водились ничего с гибридностью этой войны мы пока поделать не можем и и оставляем гибридной уже в рамках этого правила пытаясь на порядок более если я я бы рассказал вообще отдельно нашей стратегии для донбасса потому что сейчас наем это один из человек который вообще форсирует в законодательном плане да не не просто лозунги там кричать или не даже не столько что-то активно делать а формализовать вообще стратегию государства по отношению к оккупированным территориям понимаете самая большая проблема во всей этой истории состоит в том что мы знаем во что мы попали и какие мы сегодня это ужас и кошмар мы хотим мы знаем какими мы хотели бы видеть украину и эти сведения у нас в общем то некоторые из них более-менее технологизированы то есть они не просто лозунги она самая большая проблема это как из этого состояния нынешнего перейти в это желаемо я вам честно вот это вилка вам скажу она отсутствует даже в сознании нет нет ничего не так плохо есть технологии есть технологии и я скажу что вообще-то в украине огромные ресурсы есть для того чтобы в том числе провести ну в том числе чтобы вернуть как минимум донбасс состав украины вы знаете ее так сильно разваливали и долго что здесь остались что все значит что развалено настолько что вдруг выяснилось что освободились огромные ресурсы не говорите дай бог перестать их тратить на вот но на серовых и с одной стороны нужна федерализация с другой стороны уже единый принцип управления чтобы не меньше воровали на местах это взаимоисключающие две стратегии пока никто технологию отношения между ними не правда не просто будет выбрать что-то одно думаю что в этом выборе должны поучаствовать не только вы ну хорошо спасибо за информацию трогательное совершенно видение ситуации но мне кажется немножко наивная у нас гостях был павел алинец ленец один из руководителя одесского отделения партии которая называется демократический альянс будем надеяться все эти молодые люди я с ними со всеми знаком с большинством из них они у нас побывали в эфире еще надеюсь будут поскольку истинную тему для эфира вы начали нашли только самом конце нашего интервью то есть мы продолжим этот разговор ближайшее время а вам спасибо за то что вы нас посетили немножечко рассказали как вы видите ситуацию спасибо вам всего доброго до свидания и 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